Ровно 14 лет назад мир облетела страшная весть. В Баренцевом море затонула атомная подводная лодка «Курск». Вся страна переживала за подводников, а затем оплакивала их. 118 членов экипажа были погребены заживо на глубине 108 метров. Среди них были и наши земляки. Трое настоящих мужчин – Андрей Борисов, Александр Рузлев, Анатолий Беляев. Мы помним их имена, мы чтим память о них. Ежегодно 12 августа делегации, состоящие из родственников погибших, ветеранов войн моряков Северного флота, навещают могилу единственного похороненного в Рязани члена команды «Курска» Андрея Борисова. Это была трагедия не только Краснознаменного Северного флота, это была трагедия всего военно-морского флота, всей нашей страны, родственникам и родителям, ближайших к которым отцы и сыновья служили, проходили службу на атомной подводной лодке «Курск». Эта боль до сих пор во всех нас в груди. В этом году в школе номер 62 был открыт музей памяти затонувшего атомохода «Курск» и членов его экипажа. Здесь собраны газетные статьи, посвященные трагическому событию, фотографии команды, памятные экспонаты. Коллекцию пополнили картина, на которой изображен крейсер «Курск» и медаль, награда за службу на подлодке, которую вручили отцу Александру Рузлеву, Владимиру Николаевичу. Он также является бывшим подводником. Одно время даже служил вместе с сыном. Лично я служил тоже подводником на атомной подводной лодке 26 лет, в одной дивизии с сыном. И в тот день, когда подводная лодка погибла вместе с экипажем, я еще служил там, находился на военной службе. И убыли мы своими службами, вместе с сыном на том же самолете, на котором его отправили в город Сахар. Об этом очень мало говорится сейчас. Моряков-то, Рузлев, то у нас вообще сухопутный город, вы прекрасно знаете. А сейчас нас видят, нами гордятся, нас везде в школы приглашают, на всевозможные мероприятия приглашают. И так вот случилось у нас и здесь, и так будет всегда. Мы должны то, что у нас есть, мы должны передать, воспитывать молодому поколению. Во все времена нас объединяло горе. Это, к сожалению, не писанный закон гражданского общества. Курск стал еще одним современным символом мужества российских моряков.